Пантомку хорошо высыпаешь. Ну, тоже, на самом деле, такой неплохой вариант. Жадновато, да, будет. Но все равно, это тоже хороший вариант. Дум всегда нейтрально хорошо. Главное — нажать ультимейт первым. А это не всегда получается, особенно на низком пинге. А так-то пинг норм и игроки скилловые. Тоже неплохой вариант, но все равно у Na'Vi как-то вот это... Поцельнее. Получше смотрится, да, но правый пик он может сноубольнить, на самом деле. Какой скуки просто. Вообще, да, нам просто надоело. Про это я говорю, Астрал. Астрал живет, успевает баночку на себя накинуть, мансует до конца. Витюна подкопал, Соло подкопал, но Витюн делает в итоге ФБ. И сам успевает блинкануться, но нет, его все-таки земля доедает. Витюн. Это, кстати, был... Это Соло, по-моему. Да, да, да. Убили Соло, но вопросов другой, что он взял на себя внимание. Витюн на Малека, неужели он наслужил? На мужчину без ультимейта, все еще Витюн до конца. Еще один даггер летит, Малек погибает, но Витюн получает дуб напоследок и погибает сам. Попробовать ганг нормально устроить. Ультимейт, печенька. Поехал генерал, а здесь уже и Нун врывается. Сталинс успевает накинуть Соло. С подветренной набегает под вышку и расстреливают Рейзера. Дримкоил еще залетает и в таверну должны еще забирать Виспая. Минус 2. Прям на грани Дримкоил был. Да. Забрать, забрать Нуна. У него нет маны, у него нет маны, надо добивать. Здесь инвокер приходит. О, друзья, это называется жадность. Жадность, как вы знаете, сгубила всех, и Нуна в том числе. Теперь еще и Алоху Дэнса, скорее всего, приговорят. Но опять же он саппорт, его можно отдать. А сбить-то нечем, к сожалению, все было потрачено. Висп стан срочно. Нунчик занимает позицию заранее, чтобы спалить потенциальное нападение какое-то. Санстрайк, разведка пошла. Остановили Рейзера, Рейзер прожимает БКБ, врывает Рошан. Хороший подкоп залетает от Леона, заберут ли Рошана, в это время погибает генерал в таверну. Сейчас отправится Витюн, Витюн погибает. И забирают Аегис тебе, парни из команды Покчам, по Лохе. Сбивают еще и телепортацию, он тоже отправляется в таверну. Какое фиаско от Нави сейчас произошло в Рошпите, жесть. Как так-то? Ну, так сказать, бойнорочек внизу. Ой-ой-ой. А-па-па, сладко приехала. Блин, или не пора? Да, заливает только Нун. Может, и не пора, ладно. То есть, Холли Локи там под другим чаржем? Янгжи успевает бить Блинк к Нунчику, но Нунчик на реакции, как говорится. Выспевает реагировать, но Дум все-таки получает замедление. Торнадо залетает, Тевтель Судьбы покатился. И Нун погибает. Без байбэка. Может, и Меркисис пошел, можно подраться. Солыч влетает прямо в центр сражения. Стопа, и Нунчик, а саналийска. Получает на себя стати Клинк. Солыч умрет. Солыч умирает. БКБ на Витюна. Влетел в Дукалис. Витюн просто на лево щелок это Клинк. Минус Витюн. Тысяча, у них все замечательно показывает нам дэмэдж. Ой-ой-ой. Это что? Нун как? Как? У него же была Ленка. Что? Что ему сделал? Астрал, ты что делаешь? Не, ну очень круто, очень круто. И мы пытаемся как-то играть по макро. А вот Витюн по макро ставит отправляется. Без байбэка, кстати. А здесь Астрал. Алоху нашел. Алохо. Ой, что-то как-то Астрал замутался в крипах. Немножко бывает, ничего страшного. Вышка тает. А, кстати, глифта нет в наличии у команды Нави. Там генерал угрожающий уже раскастовывается. Врывается Нун. Пошел Дримкоил. Раздавили в итоге Астрала. Пошел Мартимис Кисис. Трифтели катятся во все стороны. Неплохо Виспа могут забрать. В это время вгрызаются в Соло. Соло погибает. Но тут на развороте врыв. Могут забрать по проводу Дукалис. А БКБ прожимает. Сейчас Рейзер. Рейзер дерется до конца. Рейзер один против всех. Рейзер реально сейчас может убить всех игроков команды Нави. Врывается Малик. Цепили Алоху. Два байбэка. Нави на развороте по Т4. Три байбэка делают Нави. Уже под Т3. Избивает Инвокера. Инвокер погибает. Есть Незерстрайк. Крылата поймают скорее всего. Но у Крылата есть АЕ. А его некому потребить. Как он будет уходить? Ну не знаю. Давайте смотреть. Он рефреша потратил. Да. Нечего. А, его БКБ. Еще. Это что, меняет ситуацию? Ну, кто знает. Мало ли, как-то повезет. Блин. Всякое было. Которого, мне кажется, на правду. Витю врывается на Малика. Малика хотят забрать по-быстрому. Малик успевает нажать. Сибла Кинг Бар все еще живет. И закидывает ультимейт. Витюна. Витюна стирают. Витюна имеет байбэк. В это время стирает Алоху. Алохо тоже погибает. Соло тоже погибнет. Отправится в таверну. Трипл килл уже делает Крылат. И это, по-моему, уже финальная стадия. Когда уже это неповоротная стадия для команды Нави. Единственный вариант для Нави сейчас. Это если им повезет. С появлением Рошана. Там Нуну поймали. Нуну еще поймали. Нуну могут забрать. Нуну успевает уйти на арбу. У него просто гейм. Вообще не хочется умирать ему сейчас. Но за ним бежит Дум. Кто-нибудь поможет. Ну, он делает ТП. Окей. Снова отыграл на 100. В общем, кайфовать на максималочку. Ой, Крылат далековато ушел. Прожал БКБ. Витюм прыгает вперед. Тоже БКБ потратил. Хочет Виспа забрать. Виспа очень далеко. Очень далеко находится Висп. Катывается генерал. Кстати, неплохо. Очень больно Малеку. Малек пока что не потратил свой Дум. Как же кайтит Малеку? Он никуда... Он не знает, что там будет делать. Он не знает, что там кидает. В итоге Волоху закидывает. Алохо впитал в себя Дум. Уже неплохо. В это время Крылат вгрызается в генерала. Какие криты вылетают. Малека просто распополамил. Он делает байбэк. В это время, правда, Крылат делает фраг на нунчике. И генерала забирают. Эти два героя не имеют... Эти два игрока, точнее, не имеют байбэка. Соло успевает нажать чардж. И просто убегает. Он там горит. А его инвокер уже здесь встречает. Торнадо по Соло не попадает. Соло спрятался за елкой. Его не нашли. О, это дерево судьбы. Оно спасло. Рошан падает. Нунчик спадает с Мокс Дукалица. Вроде как врывается. Врывается на Алоху. Алоха пока живет на развороте. Врывается Соло. Неплохо. Прожимается БКБшки. Пошел Дум. Дум залетает в Лотус. По-моему, как же больно Нуну. Как же больно. Витюна, Витюн погибает. Нунчик все еще живет. Еле-еле уносит отсюда ноги. Пальчик залетает в Соло. Соло делает байбэк. Взращается обратно. Генерал почти развалил здесь Пакчапов. Но нет, Пакчапов все-таки выживает. Заплевывает неплохо Алоха. Но генерал погибает без байбэка в таверну. Астрал там за Алохой врывается до конца. Подкопали его и Алоха умрет. Потеряли Рапиру, отдали Юрозору. У меня было ощущение. Я не знаю, конечно, как это конкретно случилось. Возможно, что у Фантомки все это время высасывали дэмэдж. Но Рейзер вообще не почувствовал. Организуй мне 25 минут. Он говорит, что... Ну, на Эмире организую. Тундерстрайк. А снизу погибает Крылат. А где был Дукалис в этот момент? Ну, с другой стороны. Ну, и не самые худшие. Это правда. Праймурор залетает. В Соло даже не жалеют. А он вообще выживает? В смысле, он убивает его? Да, епа. А ну вот так теперь убивают. Астралом вместе, наверное, да. Соло-то вряд ли бы не смог забрать. Вау. Соло-соло не забрать. Одиннадцатая минута. Один-один. Да. И Пинцгрип пошел. Хорошо. Сюда Виск уже летит на помощь для Янгджи. Не успевает ничего сделать. В итоге присасывается Крылату. Крылат в это время с другой стороны выходил. Ну, я бы сказал да, но номинально пока лидирует Пакчемп. Нападение на Витюна. Сюда летит Виск. Сюда летит также Тайтхантер. Витюн все еще живет. По-моему, такое. Что-то не атака. Слабенькое. Слабенькое. Витюн еще может глимсануть. Можно глимсануть. Но он только... Ну, и не надо. Ну, Астрала заберу хотел. Очень странное нападение было. Нужно сразу же, наверное, было лететь на релокейте на ход. И то не факт, что вам хватило бы урона, чтобы его забрать. Ну, вот они пришли пешком. Потеряли тавр. Получили дом. Получили дом. Ой, бежать. Все. Мортимир Кисос. Отзвонили. Нормально. Вообще-то это нормально. Заслипали сейчас Рейзера. Он урона не насосал. Зато погибает Дукалец сейчас, скорее всего. Дукалец они должны отпускать. Да, Дукалец погибает. Привязали здесь еще Рейзера. Пробирается Витюн. Крылату больно. Крылату это сужает. А что-то очень больно. А теперь приходит же Генерал. Генерал, если что, равага-то имеется. Крыла-то забрали. Минус два в итоге от Нави. И не все так уж и плохо. Крайне грустная драка получается. Не подвязали Малико. Уже бежит Генерал. Даша, хватит раньше. Доплюнет ли? Ладно. Не, ну Астрал умерет. Умерет там Кастана. Ноль помощи просто. Ноль помощи. Все смотрели на это. Опа. А вот и Висп. А вот и Висп его тоже заберут. Два саппорта для Нави. Супер халява. Слушай, что-то посыпались Пак Чамп. Да, даблкил делает Нун. И преимущество тает на глазах. Эдхантер, ну его прекрасно видели. Время Генерала. Время Генерала нападает на Малико. Малик успеет. Рор залетает. Очень быстро хотят забрать Бэйна, чтобы он никого не защекотал. Но Соло живет. Стики прожимает. Успеет ли что-то сделать? Нет, Соло погибает. В итоге реведж в пустоту. Алоха тоже отправляется в таверну. Залагала немножко. Ставится пауза. Минус два от команды Пак Чамп. Ну я понимаю. Там просто поставил. Потому что просто я сфокусировал немножко внимание в другой части дра. И о том, насколько хорош Малик. Он не только своим главным героем нажал все кнопки, так еще и нажал фаербол на большом драконе черном и внес весь этот дэмэдж в второго саппорта Na'Vi. Таким образом он в Соло всех развалил. Повезло. Генерал не все-таки видит его. Ну, убийство ложкой. И на, еще. Его долго тут достаточно убивают, конечно. Но заберут, конечно, Тайтхантера. Очень больно. Но что поделать? Липовы все знают прекрасно. Алоха ультует. Прямо в рожбит. Привязка по двоям от нунчика. Кстати, неплохой ультимейт. Залетает так-то. Янгжи на пол хп. Крыла также на пол хп. Вгрызается в Соло. Соло получает Инфернал Блэйд. Соло умрет. Скорее всего, не должны его отпускать. Да, Соло погибает. Но пока бэшки потрачены. Рэвэдж залетает отлично от Генерала. Вырывается сюда. Также Витюн. По-быстрому забрали Крылат. И Крылат погибает. Погоня продолжается теперь за Дукалисом. Дукалис живет. Возвращает Нун обратно. Но Нун говорит, я против, готов драться. Ультимейт неплохой. Залетает здесь от Дизраптора. Забирает Витюна. Забирает за Дум. Также за Ультимейт Дизраптора. Проблема у Алохи. Алоха под крипами пытается убежать. Но здесь уже Крылат вернулся обратно после байбэка. Генерал делает байбэк из Рошпита. Успешно. И эту драку по итогу выигрывают парни из команды Пакчамп. И забирают еще Рошана. Смог спалить. Но забегает Крылат. Алоха увидит. Алоха на печеньке упрыгивает. Но тут, конечно, от Рейзера попробуй убеги. Янгжи готов врываться. Янгжи врывается под стан. Гримсует Алоху обратно. Ну, Алоху проще здесь, наверное, продать. На кого Прэмэл Рор был потрачен? На Бэнь. Окей. Минус два саппорта у Нави. Без байбэков. Без байбэков. Им надо отходить. Роман. Стрэм. В развороте Витюн врывается. Крылаты забрать. Очень хотят. Крылат. Как же его отхиливают? Он выживает БКБ. Две БКБшки тратят сейчас парни из команды Пакчамп. Поймали Витюна. Витюн без Блокинбара сейчас просто разваливается. Он перекачивается в силу. Но этого недостаточно. Что это было только что? Это называется «Давайте мы не убьем Веспа». Я не помню. Мобильничек. Короче, у Димона есть свое поколение героев. Толкным временем на Эмберспирита. Все, он умер. Вова в таверне. Вот. А к тому, что есть два очень подвижных героя. Ой, еще генерал. А вот их я, кстати, отрабатывает. Генерал еще и возвращает обратно. И он умирает. Да. А что это? Ну, нет. Нет, не верю. Там сверху нападение на Нуна. Нуна поймали. Нун погибает. Но дело здесь не в Нуне совершенно, если что. Ему, правда, создали условия, в которых ему невозможно что-либо делать. Его ловит, убивает Дум. Пакчам готовы драться. Есть Глимс. Соло возвращают. Печенька спасает Соло. Рор залетает в Алоху. Алохо, скорее всего, уже не жилец. Нужно бросать его здесь и, наверное, отступать до конца. Побежал вперед Дум. Два Дума у него есть. Пока не знает, в кого кидать. Просто потерялся Янг-Джи. Нун возвращается обратно. Получается тан. Дум вроде как не вкастовали. Все еще Нун делает теремор. Нечем сбить. Но убили еще и Бейна сверху при помощи птицы. Малик продолжает отыгрывать на все 100%. Пытаются по максимуму тянуть время. Но, ребят, это не так работает. Ну, подставляется Соло. Соло умирает. Врыв есть от команды Нави. Урона не хватает. Пригибает Генерал. Генерал не успевает нажать. А Байбеку-то у него нет. Витюм потратил Блэкинг Бар. Превращается в Рейзера. В это время попадают Бараки. Ульт. В смысле, где Аганим Бабки был? Он был использован? Я не увидел. Потому что вроде как логично, что там Тайд должен зайти подальше от Дума. Не был, не был. Не был, да, прожали? Ну, видимо, в тизер наступил. Подсказывает нам Обсервер, что Бабка. Да. Наверное, Тайд, скорее всего. Поэтому я успел среагировать. Ему дали Дум. Он не успел нажать ультимейт. Но в любом случае, здесь, конечно, перепарм 40 тысяч. Вы можете искать нереальное количество различных аутов. Но их просто нет. Да, как-то слишком все легко и без зуба получилось по итогу. Не смогли никак отбиться Нави. Возвращает Нунчика под ультимейт. Закрывает его. Нунчик под Саленсом. И Ангджи в кастовый Дум. Нун умрет сейчас. Байбэк у него отсутствует. Да, ну это ГГ. 2-0. Слушай, ну возможно. Возможно, пакчампом для того, чтобы стать еще более высокоуровневой командой, именно Ангджи не хватало. Возможно, они идеально стакуются. Кто знает, как это будет дальше работать. Но пока я впечатлен. Мне очень нравится это изменение. В составе. И мне очень нравится, к чему они пришли. И пока их геймплей, их идеи вообще безошибочные. Идеальны. И то, что нужно прямо. Для этого дивизиона хватит вполне вероятно, кстати. Ой-ой-ой, врывается Витюн. Ну тут уже, конечно, последние потоки. Генерал напоследок нажимает свою кнопку. Готов нажимать еще одну. Давай, генерал, тащи. Витюн, делай байбэк. Возвращается обратно. Кстати, Рэвыч залетает. Но, правда, мега-крипы уже у команды пакчамп. И Na'Vi придется тут очень долго обороняться на своей базе, конечно, против этих мега-крипов. ГВП. Но ГГВП пишет соло. И все-таки Na'Vi проигрывает со счетом 2-0.